Привет, Honor 20 и Mi 9T. Оба смартфона наделены всем необходимым, чтобы называть их близкими к флагманским решениям. Современные, быстрые, с модулями NFC, хорошие камеры и новые технологии. Так что же все-таки лучше? Скажу сразу, что одному лучше, другому может быть хуже. Как например экраны, они совсем разные, у них один IPS, второй AMOLED. Но все же мы попробуем определить ключевые отличия и узнать, что же будет лучше конкретно для тебя, мой друг. Начнем из главного, из цен. Если покупать у нас, как я, то лучше всего сначала посмотреть и сравнить цены через Е-каталог. Глянем цены в Украине и России. Так вот, в Украине Honor 20 успел появиться только в одном магазине и стоит 12 тысяч гривен. Mi 9T в проверенных магазинах на тысячу дешевле. В России же выбор магазинов с Honor поболее, но все же Xiaomi тоже дешевле на тысячи три где-то. Конфигурация у нас, кстати, на 6 128 гигабайт, на 64 Xiaomi еще будет дешевле. Во всяком случае, все нужные ссылки с хорошими ценами вы найдете в описании. Также Xiaomi спокойно можно брать на Алиэкспресс. И вот он, момент истины. Глобалка на 6 64 стоит там уже менее 300 долларов, как я и предполагал ранее. Это тот же смарт, что и продается у нас, так что можно брать. Honor тоже можно найти на Алиэкспресс, но это уже не глобалка. Без NFC и стоит неадекватных денег, и покупать там нельзя. Ладненько, коробка у Honor будет немного побольше, но это не значит, что комплект сильно отличается. Они тут очень похожи. Блоки быстрой зарядки под наши розетки, шнурки USB-C, конверты, в которых лежат чехлы и инструкции. Только в Honor чехольчик будет попроще. Обычный прозрачный силикон. В Xiaomi материал будет более премиальный. И с виду дороже, и на ощупь, да и не потемнеет со временем, как прозрачный чехол. Сами телефоны спереди с виду, ну очень похожи. Тонкие рамки, и в Honor может совсем капельку тоньше. В Xiaomi немного выше, поскольку экран чуть больше. 6.39 против 6.26 дюйма. Толщина чуть больше в Xiaomi. А вот по весу чувствуется разница. 164 грамм в Honor против 191 в Xiaomi. Материалы корпуса у них одинаковы. Это рамка из металла, а сзади стекло. Спереди, конечно же, стекло с 2.5D скруглениями. Только в Honor еще и пленка наклеена из завода. В Xiaomi нет, а жаль. Камер, как видно, в Honor на одну больше сзади. А в Xiaomi узор под карбон. В Honor многослойное стекло с переливами. Это вкусовщина, есть разные расцветки. В Xiaomi есть реально красивые решения с узорами с завихрениями. В моем случае оба ближе к классике и чисто морские решения. Кстати, в Xiaomi мне больше нравится закругление задней стеклянной крышки. И блок камер выступает меньше, чем в Honor. Снизу они тоже похожи решетками и выходами USB-C. Только в Xiaomi здесь еще и отсек под сим-карты. Без поддержки карты памяти. Также и в Honor нет поддержки карт, только расположен отсек привычно на левой грани. Там, где в Xiaomi расположена прикольная красная кнопка питания, в Honor находится решение 2 в 1. Эта кнопка и сканер одновременно. Спереди Xiaomi выигрывает наличием Always on Display, где отображается полезная информация о звонках и так далее. Хотя в Honor имеется индикатор событий под решеткой разговорного динамика. Mi 9T также лишен отверстия в дисплее, ведь мы знаем, где у него фронталка. Она выдвижная. И тут у нас серьезный вопрос. Что лучше и практичнее? Да, выдвижной механизм не такой надежный и удобный, как просто камера в дисплее. Но все же, как часто мы пользуемся фронталкой? Мне кажется, что выдвижная фронталка все же лучшее решение, ведь она лишает нас отверстия в экране. И хватит нам надолго ее ресурса для селфи и видеосвязей. С другой стороны, отверстие в Honor небольшое, и я бы не сказал, что сильно мешает. Потому можете смело написать в комментах, как вы считаете лучше. Мне больше нравится выдвижная фронталка. Это даже как-то технологичнее, футуристичнее что ли. Зато бонус Honor в том, что есть разблокировка по лицу, которая срабатывает очень быстро. Взял в руки и все. Нет, в Xiaomi тоже есть, но это называется не пришей кобыли хвост. Зачем по лицу разблокировать, если есть сканер прямо в экране? Нажал и все. И пока Xiaomi высунет свою камеру, Honor уже два раза успеет разблокироваться. В общем, по дизайну в данном случае мне трудно определить, чей дизайн круче. Ведь выполнены в одном стиле. Honor вроде бы и переливается красиво, но пачкаются оба без чехлов знатно. Но чистый экран без вырезов перевешивает. И я отдаю тут предпочтение Xiaomi. Чисто по задникам я бы поставил знак равно. И тот, и тот красив и выглядит дорого. Раз уж о сканерах начали, давайте сразу закроем тему. В Honor он быстрее. По точности одинаковый. Не скажу, что Xiaomi прям долго думает, но Honor тут вообще красава. Окей, о дисплеях. IPS против AMOLED. Я думаю, что хороший IPS более предпочтительное решение, чем AMOLED. Из-за простой банальной вещи. IPS имеет шим. Когда я делал обзор Mi 9T, я упоминал об этом и о том, что должна по идее с обновлением прийти функция DC Dimming, которая будет уменьшать мерцание. Или вообще сводить его на нет. С тех пор обновами так ничего и не прилетело. И дисплей по-прежнему пульсирует. Хоть PRO версия данного смартфона обладает такой функцией. В Honor с этим проблем нет. Тем он и лучше, что меньше будет давить на глаза. Хотя если вы уже имели дело с AMOLED, и все у вас было нормально, можно не париться и брать AMOLED. И там и там можно менять насыщенность, цветовую температуру, баланс белого. Обе оболочки гибкие в этом плане. По умолчанию ожидаемо IPS уходит в более розоватый на белом фоне, а AMOLED в более зеленый оттенок. Кстати, Mi 9T все же будет ярче немного на максимальной яркости, а под солнцем еще способен стать ярче. В плане картинки к обоим претензий нет. Все супер. И повторюсь, что хороший IPS будет отрабатывать отлично, хоть кое-где контрастнее будет AMOLED. Теперь пусть скрестят шпаги процессоры. Kirin 980 против Snapdragon 730. Если Kirin флагман, то Snapdragon считается средним и чуть выше среднего. Но поверьте, что оболочки просто летают на данном железе. И в обоих по 6 гигабайт быстрой оперативы LPDDR4. Игры тоже будут вполне летать на максималках, но если на Honor в самые тяжелые можно и на ультрашпили, то Redmi желательно выставлять на высокие или уменьшить некоторые параметры. Если дело касается самых тяжелых, типа PUBG, танки, Fortnite и так далее. Хотя я разок тоже на ультрах ловил просадочку в танках и на Honor. А так я уверен, что для 95% покупателей мощности данного железа хватит с запасом вперед. Не последнюю роль играют процессоры и в работе камер. Мы как раз подобрались к ним. И например, я считаю недостатком обоих смартфонов, то что они не умеют снимать 4К 60 кадров. Это заслуга процессора в том числе. В Pro версии Mi 9T есть 4К 60 кадров. Но видео глянем позже, сейчас посмотрим фото сначала. В Xiaomi есть телевичок, ширик и основной модуль. В Honor телевика нет, только основной, ширик и вспомогательный модуль на 2 Мп для боке. Также 2 Мп макро модуль. Основной модуль у Xiaomi AMX 582 в Honor 586, что одно и то же можно сказать. И вот прямое сравнение на 48 Мп. Слева у нас всегда Xiaomi, справа Honor. Как видно, Xiaomi справляется ощутимо лучше. Детализация однозначно выше. Хоть разрешение заявлено одинаково. Замечу, что у Honor снимки светлее. Но давайте-ка проверим еще на одном фото 48 Мп. И приблизим вон тех малышей на причале. И вот посмотрите, опять Honor сильно уступает в деталях Mi 9T. И так на всех фото в режиме 48 Мп. Хорошо, ставлю 12 Мп, то есть обычный режим и они практически один в один. За исключением того, что у Honor опять светлее фото. Теперь включим режим телевиков. В Xiaomi фоткает настоящий телевик на 8 Мп, а в Honor просто происходит кроп на основной модуль. И как видим, результат ощутимо лучше в Xiaomi. Хотя по динамическому диапазону лучше Honor. Все же основной модуль. Но если честно, и там и там качество не очень, скажем так. Лучше подойти ближе и сфоткать в обычном режиме на основной модуль. Если есть такая возможность. Теперь ширики. Тут уже выигрывает Honor. У него ширик качественнее. Как в фото, так и в видео. И это заметно. Там где в Xiaomi одна размазня, на Honor еще можно что-то рассмотреть. А это уже у нас сумерки. Все очень схоже, но Honor в тенях мне понравился больше. А теперь то за что Xiaomi хочется слегка послать. Портретный режим. Так повелось, что производители смартфонов для портретов основным модулем назначают телевик. Если он есть. Все потому, что он не так искажает геометрию лиц людей. Вы же знакомы с таким явлением, когда голову человека, который ближе к краю, тянет в сторону. Это плата за широкий угол. Xiaomi фоткает телевик, это по идее правильно, но как ужасно. Кожу портит. Какая-то зернистая каша получается. И добавляет лет так 10. Повторю слова со своего обзора. Лучше бы вообще не завозили сюда телевик, чем такой. Honor тут намного лучше справляется. За портреты Xiaomi получает кол. По фронталкам дела обстоят так. У Honor 32 мегапикселя заявленным в Xiaomi 20. Но и тут у него пластилина больше. И приятнее выглядит фото с Honor. Как видно в камерах тоже у каждого есть свои преимущества. Плюс-минус паритет я бы сказал. У Honor нет телевика. Но в Xiaomi считайте тоже нет. Такой он тут. Зато у Honor есть еще одна камера для макро. Это уже к маркетингу. Но по-моему с небольшим перевесом лучше по камерам Honor. Давайте теперь заценим звук. По разговорным динамикам плюс-минус паритет. Xiaomi орет чуть громче. Так что убавлять надо. Но и в Honor никаких проблем. По наушникам тоже хорошо. И по качеству звук в наушниках можно поднастроить. Только один момент. В Honor нет входа по 3.5 миниджек. А это кто бы что нам не говорил. Недостаток. В Xiaomi он есть и все ок. Также Mi 9T безоговорочный победитель по громкости мультимедийного динамика. Он тут громче чуть ли не в два раза. Впрочем оцените сами. Повторюсь. Вживую звук у обоих качественный. Как для смартфонов. Но громкость в Xiaomi ощутимо выше. И Honor можно было добавить еще чуть-чуть. Хотя и не сказать, что он тут очень тихий. Просто ничего особенного. Автономность. Очевидно, что 4000 мА в Xiaomi будут держать дольше, чем 3750 в Honor. Да еще с тем учетом, что AMOLED дисплей в Mi 9T будет энергоэффективнее. Это доказывает полчаса просмотра YouTube по Wi-Fi на яркости 75%. Xiaomi разрядился всего на 4%, Honor на 6%. В играх Honor на 10, Xiaomi на 8% за 30 минут. Xiaomi и заряжается немного дольше. За час 41, Honor за час 35. Но и тот и тот довольно шустро. Быстрые зарядки работают. А теперь нам остается лишь подвести небольшой итог. Оба смартфона явно стоят своих денег. По камерам вы все видели. Чуточку Honor будет лучше в чем-то, в чем-то Xiaomi. Вы тоже все видели и знаете, что нужно больше именно вам. Для того мы и делаем сравнение. Есть отличия по звуку, опять-таки можно с чем-то смириться. Оба производительны, но кирин 980 Honor обходит немного 730 дракон Xiaomi. По дисплеям так же. Я например выбираю IPS, тем более в Xiaomi нет DC Dimming. Хотя возможно с прошивкой появится. Видите как нелегко выбрать кто круче. Если мое мнение, я бы взял Honor чисто из-за экрана. Ведь смотрим чаще мы именно на него. Есть еще про версии данных смартфонов, но это как говорят уже совсем другая история. Подписывайтесь, чтобы не пропускать истории от Smart Plus. До новых гаджетов и ПК. И всем пока.